Виктория Полянская Оперативную информацию о ситуации в Донецкой Народной Республике предоставил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин. А также активизировал разведывательную деятельность. На Донецком направлении по районам 6 населенных пунктов противник выпустил 32 мины калибром 120-82 мм. Также обстрелы велись из гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении противник осуществил обстрелы районов двух населенных пунктов, выпустив 8 мин калибром 120 мм. Кроме того, применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелкового оружия. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. Вчера украинское оккупационное командование в очередной раз дестабилизировало обстановку на линии соприкосновения. Разведывательная группа из состава 36-й бригады морской пехоты численностью до 15 человек под прикрытием огня из минометов калибром 120 мм предприняло попытку овладеть нашими позициями на линии боевого соприкосновения на районе населенного пункта «Октябрь». В ходе боестолкновения один из наших военнослужащих получил ранение, другой захвачен в плен. Силами нашего подразделения, прибывавшего на подкрепление, противник был отброшен и понес потери – двое погибших и не менее двух раненых. Командование так называемой АТО стремится получить данные о построении обороны подразделений вооруженных сил ДНР на переднем крае, ведя разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов и организовывая боевые вылазки для захвата военнослужащих республики в плен. Данные действия противника подтверждают имеющиеся у нас планы подготовки к крупномасштабным боевым действиям. Долго придумывая, согласовывая версию прикрытия действий своих разведчиков, пропагандисты из штаба так называемой АТО сообщили, что на Мариупольском направлении убит наш военнослужащий, действовавший якобы в составе диверсионной группы. Вчера Донецкая фильтровальная станция оказалась вновь обесточена. Причина этому – невозможное своевременное проведение технического обслуживания электроподстанции ремонтными бригадами в связи с длительными согласованиями украинской стороны гарантии безопасности. В результате, проводимого украинскими военными преступниками геноцида, без воды опять остались сотни тысяч человек, живущие как на территории республики, так и на оккупированной ее части. Бывшие милиционеры, выехавшие из территории Донецкой Народной Республики в 2014 году, пытаются вернуться домой. Большинство перебежчиков стараются оправдаться тем, что к предательству их подтолкнули обстоятельства и преступные приказы отцов-командиров. Правоохранительные органы республики методично работают и выявляют неприглядные факты из жизни бежавших милиционеров. Правда все равно выходит на поверхность. В 2014 году, когда начался Майдан, я думал, что это правильно, в воле изъявления народа, надо все это прекрасно поддерживать. То, что потом начиналось здесь, я не поддерживал, считая, что Украина должна быть целой. И мое отношение было негативным к тому, что начиналось здесь. Очень неприятно отношение к тем людям, которые все это начинали. Я посчитал то, что надо выехать, выполнить приказы, и мои убеждения были на тот момент такие. Я выехал в город Мариуполь. Покидая Донецк, беглецы тащили все, что могли. Разграблению подверглись все подразделения милиции. То, что смогли, старались вывозить. Те же патрульные автомобили, те же компьютеры. Все, что было, все, что смогли вывезти, вывозили все. По прибытию уже много. Там было и патрульных автомобилей, и оргтехников было вывезено. Прибывшие на новое место несения службы перебежчики принялись чинить репрессии по отношению к гражданам, недовольным киевским режимам. Руководство требовало показателей. Любая точка зрения, отличная от насаждаемой новой властью, преследовалась и каралась. Отношение в Украине к сепаратизмам негативное. Поступали команды, начиная с того момента, как мы выехали, поступали команды. По выявлению таких лиц поступали на команды от начальника ГАИ, управления ГАИ на тот момент командовал управлением ГАИ Величко Дмитрий Анатольевич. На каждом разводе инструктажи людям доводилось, чтобы выявляли таких лиц и доставляли в органы внутренних дел по месту. Да, выявлялось и в органах внутренних дел, и среди местного населения. Я говорю, как бы стояла такая задача глобальная, в общем. Набежавших из Донецка милиционеров скидывали всю грязную работу. Для выполнения более ответственных задач, таких как сопровождение военной техники, ВСУ и грузов, задействовали надзирателей из столицы. К нам в область прикомандировали постоянно порядка 30 экипажей из других областей. Старшими были кто-нибудь из департамента ГАИ, на руководящей должности. В наши задачи входило сопровождение грузов, которые мы встречали на территории, на границе Донецкой области с другими областями, и сопровождали их до указанного города. К перебежчикам относились как к людям второго сорта. Бежавшие из Донецка милиционеры столкнулись с пренебрежением и дискриминацией. Наверное, люди, которые выехали из Донецка, наверное, все считались сепаратистами. Или как... Ну, не знаешь даже, почему это все объяснить. Постоянно оказывалось давление на нас. Ну, видно было, что к нам, людям, которые выехали из Донецка, которые на территории Донецкой области жили, видно, с каждым днем все меньше и меньше получалось доверия. И складывалось такое впечатление, что нам вообще не доверяют. Мы вроде бы как выехали за Украину, все, но отношение к нам было совершенно другое. Это можно судить. И потому что должности занимали люди из других областей. И многие люди начинали сразу не выносить этой службы, этих требований, которые... Ну, не то, что требования, а вот это недоверие. В общем, из-за недоверия начинали увольняться. Мы вроде бы и вышли, и все выполнили, и приказ, и остались работать, остались верными Украине. Ну, отношение к нам было совсем другое. Милиционеры-предатели успели неоднократно пожалеть о своем опрометчивом решении бежать из дома в ожидании золотых гор, обещанных руководством областной милиции. Майданная эйфория давно прошла, и они, как и большинство украинцев, убедились в том, что их в очередной раз использовали и выбросили. Однако, назад пути нет. Сводку об обстановке на линии соприкосновения предоставил и официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочка. За прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенного пункта Калинова. При обстрелах украинские силовики использовали запрещенными минскими соглашениями минометы калибром 120 мм. Всего по территории республики было выпущено более 10 мин. Помимо этого, украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, тем самым наращивая потенциал своих подразделений в зоне проведения так называемой АТО. Так, в районе населенного пункта Амуратова, в 10 км от линии боевого соприкосновения, отмечено прибытие артиллерийской батареи вооруженных сил Украины. В составе данного подразделения зафиксировано 5 единиц 152 мм Гаубиц Д-20 и 10 единиц автомобильной техники из состава 58-й бригады вооруженных сил Украины. Напоминаем, что вооружение данного типа должно быть отведено от линии соприкосновения на 30 км в соответствии с минскими договоренностями. Мы не исключаем возможности, что данное вооружение может использоваться вооруженными силами Украины для обстрела ряда населенных пунктов на севере республики. Кроме того, украинское командование усиливает группировку в зоне так называемой АТО. В связи с этим, 28 февраля на территории Международного центра миротворчества и безопасности вооруженных сил Украины, расположенного в населенном пункте Старичи Львовской области, под руководством иностранных инструкторов началось боевое слаживание подразделения 14-й бригады вооруженных сил Украины. Занятия проводятся с уклоном на ведение боевых действий в условиях города. После проведения мероприятий и слаживания планируется отправка данного подразделения на Донбасс в зону ответственности ОТГ Луганск. Также на полигоне в районе населенного пункта Новозвановка вблизи линии боевого соприкосновения в рамках плановых мероприятий боевой подготовки с личным составом 8-го батальона 10-й бригады вооруженных сил Украины проведены занятия с отработкой действий подразделений в наступлении. Возможно, командование АТО проводит перегруппировку и подготовку к ведению провокационных действий на Попаснянском направлении. Контактная группа договорилась об очередном, на этот раз бессрочном, перемирии в Донбассе. Стоит отметить, что последнее новогоднее рождественское перемирие вступило в силу 23 декабря. Однако украинские силовики неоднократно нарушали договоренности по его соблюдению. Тем не менее, все режимы прекращения огня, которые вводились до этого, позволяли значительно снизить количество провокаций и обстрелов на линии соприкосновения. Контактная группа договорилась об очередном перемирии в Донбассе. Об этом заявил полпред России Борис Грызлов. Режим тишины должен вступить в силу в полночь 5 марта. По словам Грызлова, контактная группа подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня и подчеркнула важность соблюдения соответствующих приказов и безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителям. Также стороны конфликта обязуются не вести наступательных действий и разведывательных операций, запрещается введение огня, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. Грызлов выразил надежду, что это перемирие будет соблюдаться более точно и полно, чем предыдущие, и послужит базой для политического урегулирования конфликта. В ДНР уже заявили, что поддерживают бессрочное прекращение огня с 5 марта. В республике надеются, что в связи с перемирием удастся снизить количество обстрелов на линии соприкосновения, и официальный Киев со всей ответственностью отнесется к выполнению своих обязательств по поддержанию мира. Между тем, в Киеве вновь неспокойно. Более сотни человек были задержаны в ходе столкновений полиции с протестующими у здания Верховной Рады. По факту сопротивлений органам правопорядка заведено уголовное дело. В субботу возле здания Верховной Рады в Киеве произошли столкновения. Утром полицейские пришли в палаточный городок у стену украинского парламента, чтобы провести обыски. Но протестующие оказали сопротивление. В результате, как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, пострадали 10 человек. Началось сопротивление. Протестующие зажгли шины. Полиция приняла меры для обеспечения следственных действий. Расчеты государственной службы по чрезвычайным ситуациям быстро покосили шины. На данный момент известно, что в медицинские учреждения обратились 6 человек из числа тех, кто находился в палаточном городке. Также пострадали 4 сотрудника полиции. Сообщается, что во время рейда были задержаны более 100 человек. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе правоохранителям. К слову, в самом палаточном городке также было найдено много интересного. В частности, 9 гранат РГД-5, 5 дымовых мин и коктейль Молотова. Стоит отметить, что обыски проходили в рамках расследования двух дел о беспорядках у Октябрьского дворца в декабре, где пострадали 60 силовиков, и о столкновениях у Верховной Рады 27 февраля. Тогда ранения и травмы получили 14 полицейских. Накануне глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ поставлять компании «Газ» означает, что «Газпром» в 2018 году не сможет потребовать исполнения правила «бери или плати». Да и вообще Украина, по его словам, не обязана выкупать 4 миллиарда кубометров газа. Безусловно, красивое заявление, однако и реакция на него соответствующая. Российский концерн больше не намерен иметь дело с «Незалежной». себе дороже. «Газпром» принял решение расторгнуть контакты с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит голубого топлива. Об этом заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер. «Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам». По словам Миллера, «Газпром» не намерен за свой счет решать экономические проблемы Украины. Он добавил, что в такой ситуации продолжение действия контрактов для российского концерна является экономически нецелесообразным и невыгодным. Председатель комитета Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков считает решение «Газпрома» оправданным и назревшим шагом. «Такой покупатель, как нынешняя Украина, это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев. И во снах, и наяву. Хотели Украину? Получите. Она вам еще покажет, Бандерову мать», – написал сенатор в своем твиттере. Между тем, президент Украины Петр Порошенко уверен, что контракты между «Нафтогазом» и «Газпромом» не предусматривают право на расторжение в одностороннем порядке. В связи с этим, лидер незалежной обвинил российскую компанию в нежелании выполнять свои обязательства и пообещал обратиться в арбитраж за дополнительную компенсацию ущерба в случае разрыва соглашений. Обеспокоенность решением «Газпрома» выразили и в США. Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Хизер Нойерд заявила, что Вашингтон рассчитывает на возобновление поставок Украине российского газа. «Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что «Газпром» будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа», – написала Нойерд Фриттере. Однако остается непонятным возмущение Киева и Вашингтона на фоне регулярных заявлений Порошенко об энергетической независимости Украины. Неужели Петр Алексеевич соврал? Возможно, пришло время признаться и наконец осознать, что без добрососедского отношения с Россией незалежное долго не протянет. Терпеть постоянные голословные обвинения США в адрес России в Москве больше не намерены. Владимир Путин потребовал представить конкретные доказательства в виде соответствующих документов. Последует ли ответ американской стороны – неизвестно. Однако, судя по всему, все материалы по делу о так называемом российском вмешательстве вскоре станут засекреченными и конфиденциальными. Президент России Владимир Путин в интервью телеканала NBC потребовал от США документы по делу о мифическом вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года. Таким образом, глава Кремля ответил на обвинение спецпрокурора Роберта Мюллера в адрес 13 граждан РФ и трех российских юридических лиц. Владимир Путин пояснил, что люди, которые хорошо образованы, должны понять, что в России невозможно уголовное преследование никого, кто не нарушил российские законы. Вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору РФ. Дайте нам документ, официальное требование. Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в Конгрессе США. Интересно, как на вполне конкретное требование российского президента ответят США. Ведь ранее Вашингтон так и не смог предоставить никаких доказательств вмешательства россиян в выборы. Неужели американцы действительно считают, что все должны верить им на слово? Между тем, Ангеле Меркеле, Мануэле Макрону и Дональду Трампу не дает покоя последнее выступление Владимира Путина. Впрочем, обсуждают его лидеры Германии, Франции и США в свойственной им манере. Выражают обеспокоенность разработками новых видов вооружений, которые, к слову, являются оборонительными. Выступление президента России Владимира Путина перед федеральным собранием, в ходе которого он представил новейшие разработки российского оборонно-промышленного комплекса, вызвало обеспокоенность лидеров США, Германии и Франции. Своими опасениями Дональд Трамп, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поделились друг с другом в телефонных разговорах. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Лидеры обменялись с серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, нивелируют продуктивное обсуждение широкого спектра вопросов между Россией и Западом, говорится в пресс-релизе Белого дома. Стоит отметить, что Владимир Путин в ходе своего выступления несколько раз подчеркнул, что вызвавшая обеспокоенность у Запада оружие является оборонным, и у России нет планов использовать его наступательных целях. Более того, он акцентировал внимание, что создание вооружения направлено на укрепление обороноспособности и не противоречит международным нормам. Более того, судорожно пытаясь реабилитироваться после нашумевшей речи российского президента, Вашингтон совершает необдуманные поступки один за другим. Сначала США опрометчиво одобрили продажи Украине комплексов «Джевелин», а через некоторое время, дабы хоть как-то сохранить лицо, продлили санкции в отношении России. Впрочем, в Москве уверены, что таким образом Вашингтон лишь демонстрирует осознание проигрыша в военной политике. Президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции, введенные в 2014 году в связи с ситуацией в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Отмечается, что ограничительные меры продлены, поскольку ситуация в Украине продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике Соединенных Штатов. Между тем, в Государственной Думе России решение Трампа считают несправедливым. Своё мнение на этот счёт высказал член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Минск-2, как мы знаем, не реализовывается по вине украинской стороны, а они накладывают ответственность на нас. Это совершенно несправедливо, потому что мы со своей стороны сделали всё для реализации Минска-2. В свою очередь, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что США в любом случае нашли бы повод для продления санкций. Ничего нового в этой новости, увы, нет. Решение было абсолютно предсказуемым. Если бы не было Украины, то обязательно нашёлся другой повод для продления санкций. При этом сенатор обратил внимание на неоднозначное обоснование принятого решения. Вроде бы, где Украина и где США, а нет. В том-то всё и дело, что события в Украине, как и до того по Крыму, развиваются не по американскому сценарию. Американский сценарий закончился в феврале 2014 года на Майдане, во многом с провоцированным американским вмешательством. Именно это, сценарий не по-американски, где бы то ни было в мире, и представляют для США ту самую экстраординарную угрозу в прочтении Вашингтона. Также Косачёв подчеркнул, что в более глобальном прочтении «Экстраординарную угрозу миру» как раз и представляют попытки США представить любую неординарную для них ситуацию в любой точке земного шара как угрозу себе самим. США создали заповедник для террористов. Именно так можно охарактеризовать пресловутую программу Вашингтона по борьбе с группировкой «Исламское государство» в Сирии. Подробнее о ситуации в регионе рассказали в российском Минобороны. Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что США используют подконтрольную зону на западе Сирии в качестве прикрытия для террористов. «Нас не может не беспокоить зона безопасности диаметром 55 километров в районе населенного пункта Эт-Танф, хотя на границе с Ираком в западной части Сирии, где по сути создан заповедник для террористов. Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Все это под руководством сил специальных операций других подразделений США». Кроме того, Фомин отметил, что США не пропускают гуманитарные конвои в сирийский лагерь беженцев «Рукбан», который находится недалеко от Эт-Танфа, в результате чего там сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Согласно решению ПОД с Дамской конференции 1945 года, Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет Советский Союз и Польская Народная Республика заключили соглашение, прекращающее взымание репараций с ГТР с 1954 года. Однако спустя более чем 60 лет Варшава вновь заговорила о возмещении ущерба. Впрочем, пока это только пустые разговоры. Ведь при официальном требовании репараций Берлин может напомнить о территориальных приобретениях Польши по итогам Второй мировой и изгнанных с этих земель этнических немцах. Глава комиссии по репарациям Сейма Польши Аркадий Ушмулярчик заявил, что Варшава оценивает ущерб нанесённой стране Германии в ходе Второй мировой войны в 850 миллиардов долларов. Его слова приводит местное издание «Речь Посполита». «Мы говорим об огромных, но оправданных суммах за разрушенные города и деревни, экономику и промышленность, за потерянный демографический потенциал нашей страны». Ульярчик также подчеркнул, что вопрос о репарациях так и не был решён. Интересно, что правительство ФРГ напротив считает вопрос о военных репарациях Польши закрытым. В день празднования очередной 26-й годовщины вступления Казахстана в Организацию Объединённых Наций состоялась официальная церемония подписания Республикой договора о запрещении ядерного оружия. Подробности в сюжете моих коллег. Казахстан подписал договор о запрещении ядерного оружия. Об этом сообщили в прислужбе Министерства иностранных дел республики. Как отмечается, документ был подписан 2 марта в день празднования 26-й годовщины вступления Казахстана в Организацию Объединённых Наций. Договор подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в соответствии с полномочиями, предоставленными ему указом президента страны Нурсултана Назарбаева. Напоминаем, что договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Документ стал итогом двух сессий конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрете ядерного оружия, который приведет к его полному уничтожению. Казахстан стал 57-м государством-подписантом. При этом пока только пять стран ратифицировали этот договор. В связи с ухудшением погодных условий МЧС ДНР обращается с просьбой к жителям республики. В целях безопасности воздержаться от использования автотранспорта и выезда за пределы населенных пунктов, убрать собственный транспорт с улиц, не препятствовать работе пожарного и аварийно-спасательного оборудования, не перекрывать проезжие части дорог. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Также МЧС рекомендует населению следить за сообщениями по республиканским телерадиостанциям, а также на официальном сайте Министерства. Помимо этого, для жителей ДНР открыта горячая линия МЧС. Обращаться можно по телефону 062-342-69-99 и 071-342-69-99. Стало известно о первых успехах Минстроя ДНР в реализации проекта круглосуточного водоснабжения всех населенных пунктов республики. Так, с 1 марта в Макеевке обеспечена бесперебойная подача воды. Согласно распоряжению главы ДНР Александра Захарченко об обеспечении бесперебойного водоснабжения, с 1 марта город Макеевка перешел на круглосуточный режим подачи воды. Об этом сообщил исполняющий обязанности городской администрации Валерий Ляховец. По его словам, с 15 января текущего года во всех районах Макеевки проводилось тестирование системы по 17-часовому графику. Эксперимент прошел успешно. Система водоснабжения города с нагрузкой на коммуникации справилась. Стоит отметить, что до этого момента в Макеевке, как и в большинстве городов Донбасса, более 20 лет вода подавалась по графику. Несколько часов утром и несколько часов в вечернее время. До войны вопрос реализации проекта круглосуточной подачи воды не раз выносился на обсуждение на городском, областном и даже государственном уровне. Однако положительного решения принято не было. Также напоминаем, что власти ДНР уже начали реализацию проекта круглосуточного водоснабжения всех населенных пунктов республики. Жители ДНР стали активнее делать вакцинацию против кори. В связи с этим в некоторых столичных медицинских учреждениях возник дефицит вакцины. Когда стабилизируется ситуация и какая на сегодня статистика заболевания кори в ДНР узнавали мои коллеги. 3 марта в Министерстве здравоохранения состоялся брифинг на тему «Вакцинация против кори в ДНР» о профилактике кори, о наличии вакцинации в населенных пунктах ДНР. По состоянию на 2 марта в ДНР зарегистрировано 125 случаев коревой инфекции, в том числе 73 среди детей и 52 случая среди взрослых. Из городов и районов то наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в городе Донецке 73 случая и города Горловка 36 случаев. Вакцина-профилактика против кори осуществляется в плановом порядке детям в 12 месяцев и детям в 6 лет. Все дети, которые старше 6 лет и не получили 2 прививки против кори, должны догнать свой прививочный статус, необходимый для создания индивидуального и коллективного иммунитета. Что же касается прививок, по эпид-показаниям, эти прививки делаются после контакта с известным источником инфекции больным корью в течение 72 часов. В настоящий момент мы отслеживаем в ежемесячном режиме количество выполненных прививок против кори и интерес населения к иммунопрофилактике против кори мы констатируем, что значительно вырос. Люди более охотно, более активно приходят в поликлиники по месту жительства и получают прививки. Кроме того, мы отслеживаем ситуацию по обеспеченности вакцинами в учреждениях здравоохранения, особенно против кори, и при необходимости производим выдачу по заявкам учреждений здравоохранения, выдачу вакцины со склада Республиканского центра санэпиднадзора. Учитывая неблагополучную ситуацию по кори в Украине, мы рекомендуем ограничить поездки на территории, где регистрируется заболеваемость. По данным Украинского министерства здравоохранения, заболеваемость кори регистрируется практически в каждой области Украины. Поэтому вот такие ограничения, то есть без особой нужды, наверное, не стоит все-таки двигаться на эти территории, чтобы дополнительно не усугублять ситуацию в Донецкой Народной Республике. На сегодняшний день ситуация по дифтерии благополучная, случаи заболевания и носительства токсигенных штаммов дифтерии не зарегистрированы на протяжении уже с 2014 года. Но опять-таки для того, чтобы предупредить такую ситуацию, для того, чтобы предупредить дифтерию и ее осложнения грозные, которые могут приводить даже к смертельным исходам, надо делать прививки. Прививки против дифтерии расписаны в календаре профилактических прививок, которые утверждены Министерством здравоохранения ДНР приказом 2036. Там все расписано. Этот календарь соответствует всем международным стандартам. Это трехкратная иммунизация детей первого года жизни. До года дети должны быть привиты трехкратно против коклюша дифтерии и столбняка. Это первая ревакцинация в 18 месяцев. Это ревакцинация в 6 лет и в 14 лет. И потом делать надо ревакцинации против дифтерии и столбняка каждые 10 лет взрослому населению. Уважаемые товарищи взрослые, пожалуйста, пересмотрите все свои прививки, обратитесь в учреждение здравоохранения по месту жительства и сделайте прививки против дифтерии и столбняка. Те, кто в течение 10 лет не прививался. Это очень необходимая мера, потому что это позволит создать, опять-таки возвращаясь к понятию коллективного иммунитета, для того, чтобы мы могли противостоять любой инфекционной болезни, которая контролируется средством иммунопрофилактики. Хотелось бы выразить благодарность нашему населению, которая активно отозвалась на наш призыв и активно все недопривитые и взрослые и дети направились в центры первичной медико-санитарной помощи по месту жительства для получения вакцинации в необходимом объеме. За январь и февраль этого года Министерством здравоохранения было выдано только на один город Донецк более 4 тысяч доз коревой моновакцины. Хочется сказать, что иммунизация выросла очень сильно. В феврале 2018 года иммунизирована только по городу Донецку, я буду говорить о самом крупном, о нашей столице, городе, для того, чтобы было понятно масштабы. На сегодняшний день в феврале было иммунизировано 3131 человек. Это на порядок больше, чем проходила иммунизация в 2017 году в месяц количество человек привитых. Вакцины на сегодняшний день ДНР достаточно, но в связи с тем, что население очень активно обратилось за помощью, в некоторых, возможно, амбулаториях центров первичной медико-санитарной помощи вакцина закончилась на сегодняшний день. Я прошу население наше не паниковать. Эта ситуация сложилась именно потому, что очень выросла обращаемость, и это буквально вопрос нескольких дней о том, что ситуация разрешится. Вакцины достаточно, она будет выдаваться дополнительно. Главные врачи несут непосредственно ответственность за то, что может быть в одной амбулатории у них есть вакцина, в другой нет. Они должны сейчас оперативно среагировать, перераспределить вакцину, и все желающие ее в любом случае получат. В средствах массовой информации, в частности в социальных сетях, появилось очень большое количество вбросов и сообщений о том, что эпидситуация в ДНР катастрофическая, что у нас большое количество осложнений. Хотелось бы дать официальный комментарий. На сегодняшний день из 125 случаев, которые зарегистрированы на территории ДНР, нет ни одного летального случая ни среди детей, ни среди взрослых. Вакцинация против кори на территории ДНР на сегодняшний день осуществляется моновакциной против кори российского производства. Вакцина доставляется на территорию ДНР с обязательным сохранением всех требований, соблюдением требований холодовой цепи. Она имеет сертификаты из всех случаев прививок, проведенных и в 2017 году, и уже в 2018 году. Я уже говорила о том, что очень сильно выросло количество проведенных. Не зарегистрировано ни одного осложнения на прививку. Алина Черняева, Владислав Лем, Новороссия ТВ. На этой неделе государственное предприятие Камтел отпраздновало свою первую годовщину. Стоит отметить, что на сегодняшний день центры предприятия открыты в Донецке и еще 13 городах республики. Мы рады приветствовать всех на нашем празднике. Уважаемые работники связи, дорогие друзья, примите искреннее поздравление с вашим собственным праздником. Днем создания государственного предприятия Камтел. Сегодня мы отмечаем свой первый год. Вот как наше предприятие стало государственным под ведомственным Министерством связи ДНР. Я вас искренне поздравляю. Год назад это был непростой политический шаг. Для нас это был определенный управленческий вызов. Это был управленческий вызов и для вашего руководства. Я очень рад, что в первый год мы смогли показать динамику роста. Мы смогли показать определенную конверсию наших услуг, которые мы могли бы предоставлять ДНР. Это очень знаменательное событие, прежде всего лично для меня, и для каждого нашего сотрудника. Этот год был обилен на социальные вызовы, на технические вызовы, на решение многих задач. И самое главное во всей этой работе, это, конечно же, были вы, моя команда. Я вами горжусь. С праздником! АПЛОДИСМЕНТЫ У нас у всех одна задача. Задача жить лучше, задача самореализоваться. Глобальная задача всем нам победить, потому как именно технологические, цивилизованные достижения нас выделяют. И, как сказано многими сотрудниками, о том, что была стагнация инфраструктуры, была стагнация предприятия. Сегодня мы готовы дать вам все, но при этом от вас мы возьмем тоже все ради нашей общей победы. Все по плечу, все эти задачи, которые мы перед собой ставили на протяжении всего этого периода, исправились, я считаю, достойно. Об этом говорят все наши результаты и цифры. Редактор субтитров А.Семкин В Донецком агентстве новостей состоялся брифинг главного специалиста отдела народного художественного творчества, Дома народного творчества и кино Юрия Яковлева, который рассказал о ходе подготовки к конкурсу сценария фольклорных праздников. Подробности в сюжете моего коллеги Дмитрия Зиньковского. В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса завершился прием заявок на конкурс сценариев фольклорных праздников календарно-обрядового цикла, организаторами которого являются Министерство культуры Донецкой народной республики и Республиканский дом народного творчества и кино. Перед собой конкурс ставит следующие задачи. Это создание условий для повышения уровня профессионального мастерства работников культуры, которые занимаются проблемами возрождения праздничных и обрядовых традиций, создание электронной базы по организации народных праздников и обрядов, а также выявление и популяризация передового опыта культурно-досуговых учреждений ДНР по организации мероприятий, связанных с сохранением обычаев, традиций, укреплением духовной связи поколений. На сегодняшний день в оргкомитет конкурса поступила 41 заявка, в том числе 7 из территории Донецкой области. Это две заявки из села Первомайская, а также по одной заявке из Славянского района, села Гранитная, города Константиновка, села Пески, Ясиноватского района, а также города Волноваха. Определение победителей будет осуществляться по следующим критериям. Это оригинальность, раскрытие представленной темы, сценарное мастерство, сюжет, композиция, в соответствии с содержанием сценария обозначенной темы, использование в сценарии местного историко-культурного материала, а также оформление сценарного материала с указанием использованных источников. Участники, занявшие первое, второе и третье место, награждаются дипломами первой, второй и третьей степени, соответственно, а также денежными премиями. За первое место предусмотрена премия в размере 85 тысяч российских рублей, за второе место 60 тысяч рублей, и обладатель третьего места получит премию в размере 40 тысяч рублей. По итогам конкурса будет издан сборник лучших работ участников. Дмитрий Резенковский, Евгений Полянский, Новороссия ТВ. Артисты заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс» В апреле текущего года планируют поехать с концертной программой в города Ставропольского края Российской Федерации. Об этом в субботу на пресс-конференции в Донецком агентстве новостей сообщила руководитель ансамбля Ольга Горячева. Сейчас только, вот буквально на этой неделе вышла афиша, и первый концерт 25 апреля будет в городе Ставрополь, и дальше, я сейчас вам не назову города, потому что работают наши коллеги из Ставрополя, определяют площадки, но афишу уже можно увидеть в интернете, на нашей странице в фейсбуке она есть, и на странице ансамбля «Вольная степь». То есть это планируются совместные концерты, в каком еще конкретно формате, то есть еще пока не определялось. Пока идет подготовительная, организационная работа с площадками, с продажей билетов, в таком плане. С 23 по 28 февраля ансамбль принял участие в 31-м Всероссийском фестивале профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок». Артисты выступили совместно с Оренбургским государственным академическим русским народным хором, Московским государственным академическим театром танца «Гжель», вокально-хореографическим ансамблем «Русь» имени Михаила Фирсова, «Город Владимир» и академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной, «Город Москва». Публика и в этот раз, как и все предыдущие, встречала очень тепло. Это аншлаги, полные залы, очень много номеров зрители принимали стоя, бурные аплодисменты. После концертов масса людей подходила, благодарила не только артисты тех коллективов, которые мы приехали поздравить, но и обычные зрители, жители Астрахани, Оренбурга. Подходили, высказывали свое восхищение творчеством коллектива, профессионализмом. Дмитрий Зиньковский, Евгений Полянский, Новороссия ТВ Красота – действительно страшная сила, способная спасти мир. Наши женщины объединились, чтобы показать свой взгляд на окружающую среду, поделиться своими чувствами, эмоциями и самыми сокровенными тайнами. Все это они передали в своих фотографиях, представленных на выставке «Красота спасет мир». Подробности в следующем сюжете. В Донецком республиканском дворце детского и юношеского творчества 3 марта состоялось праздничное открытие фото-выставки «Красота спасет мир». Данная экспозиция стала финалом одноименного конкурса, инициированного общественным движением «Свободный Донбасс». С 5 по 25 февраля девушки разных возрастов и квалификаций отправляли свои фотографии в соцсетях по 12 номинациям. Лучший сюжет, приз зрительских симпатий, женское счастье, моя семья, а также «Люблю тебя, мой город» и другие. Очень волнительно, трогательно проходило все это время. Мы получили очень много фотографий. Отбирать было крайне сложно, потому что, вы видите, фотографии все очень красивые, разные темы. И фотографии есть и профессиональные, и снятые на мобильный телефон. Поэтому настолько волнительно все проходило, что очень тяжело было даже выбрать 60 фотографий. Фактически получили 363 фотографии. Что я хотела лично и моя команда этим фотоконкурсом? Показать громко, можно сказать, всему миру, насколько наши женщины, потому что участие принимали женщины Донбасса, насколько наши девочки, бабушки, взрослые, зрелые женщины умеют видеть красоту, умеют ее передать. Вы видите в этих фотографиях только доброту, только красоту, только положительных эмоций. Это еще раз подчеркивает, что никакая война не сломит дух наших женщин. Стоит добавить, что все победительницы стали счастливыми обладателями ценных подарков. А это планшет, мобильный телефон, веб-камера, романтический ужин в кафе на двоих, а также 9 сертификатов в салон красоты «Марлен». Это будут подарочные сертификаты на 2000 рублей обслуживания в нашем салоне. Что они смогут там сделать? Они смогут сделать – посетить косметолога, парикмахера, визажиста, мастера маникюра. Наши женщины самые лучшие. Несмотря на жизненные ситуации, сложившиеся у нас в городе, все-таки мы за красоту. Победительницей в номинации «Женское счастье» стала Елена из Макеевки. Девушка рассказала нам о своей фотографии, которая принесла ей желанную победу. Это была фотопрогулка с одной замечательной семьей из Макеевки. Мы гуляли в парке Виктории и снимали летние снимки с малышкой, с мамой, с ее. В процессе работы пришла такая идея, что радость, хотелось какой-то краски яркие, лето, ребенок. Ребенок сам по себе эмоциональный, улыбки его. Там вся серия снимков отличная. Сложно было выбрать одно фото из этой серии. Я бы пожелала, чтобы как можно больше активно принимали участие в подобных фотоконкурсах и вообще в любых мероприятиях нашей Донецкой Республики. Потому что хочется какой-то радости, хочется мира, хочется добра, хочется красоты, улыбок, веселья. Одну из лучших фотографий животных на конкурс отправила Марина Еремченко. Но это не единственное фото, которое журналист телеканала «Новороссия ТВ» представила зрителям. Я достаточно давно занимаюсь фотографией, еще с того момента, когда я начала учиться на журфаке, в конкурсе. На самом деле принимаю участие впервые в фотоконкурсе. Ну, посмотрим. Возможно, удача улыбнется и мне. Расскажи о своих работах. Какие ты представила сегодня? Сегодня я представила работу «Это мои животные», а вторая работа – это моя коллега по работе Виктория. Я делала для нее фотосессии. Сложно ли было отбирать фотографии? Да, на самом деле фотографий у меня много, особенно фотографий животных. Это был лишь первый фотоконкурс для девушек. Но, как отмечают сами организаторы, в связи с большим интересом, проявленным к данному мероприятию, скорее всего, второй конкурс не заставит нас долго ждать. Алина Черняева, Владислав Лем, Новороссия ТВ Кроме того, также с целью консолидации «Женщин Донбасса» с завтрашнего дня в столице ДНР начинает свою работу форум, в котором смогут поучаствовать все представительницы прекрасного пола республики. Подробности далее в сюжете моего коллеги Дмитрия Зиньковского. 4 по 7 марта в Донецке состоится второй форум «Женщины Донбасса», который пройдет в рамках реализации гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Именно ему был посвящен брифинг организаторов форума, состоявшегося в Донецком агентстве новостей в пятницу 2 марта. В рамках форума предусмотрена культурная программа с посещением основных республиканских объектов культуры, возможность общения, обмена опытом жительниц Донбасса. А именно, 5 марта на базе Донецкой республиканской библиотеки для детей имени Кирова запланировано проведение «Круглого стола» на тему «Роль женщины в духовном, нравственном становлении личности», роль семьи в создании крепкого государства. В работе «Круглого стола» примут участие представители Министерства культуры Донецкой народной республики, Донецкой республиканской библиотеки для детей имени Кирова, а также общественной организации «Женщины Донбасса». В этот же день участники «Круглого стола» будут приглашены на концертную программу группы «Урал» в Донецкой государственной академической филармонии. 6 марта состоится концертная программа в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Марка Бравуна, приуроченная к Международному женскому дню. В рамках работы форума запланированы экскурсии в Донецкий республиканский художественный музей и художественно-выставочный центр «Арт Донбасс». Форум призывает к объединению женщин, к созданию единого социального культурного пространства на территории Донецкой народной республики. На данный момент в адрес организаторов поступило около 30 заявок с территории Донецкой области временно подконтрольной Украине. Это такие города, как Авдеевка, Селидово, Красноармейск, Артемовские и Славянские районы, Мариуполь, Волноваха, Мангуш и другие населенные пункты с временно подконтрольной Киеву территорией Донбасса. Поощрительный фонд форума составляет 450 тысяч российских рублей. Приглашаем всех женщин Донбасса из территории Донецкой области временно подконтрольной Украине принять участие во втором форуме «Женщин Донбасса». Дмитрий Зиньковский, Евгений Полянский, Новороссия ТВ 3 марта практически во всех странах отмечается Всемирный день писателя. Интересно, что полное название этого праздника звучит как Всемирный день мира для писателя, а отмечается он не только литераторами, но и всеми представителями четвертой власти. Нередко к этому дню приурочены церемонии вручения различных литературных премий и чествования наиболее отличившихся литературных деятелей. Всемирный день писателя был учрежден по решению 48-го Конгресса международного пэн-клуба в 1986 году. Название организации – это аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов – поэты, очеркисты, романисты. Члены организации обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее форме, в тех странах и обществах, которым они принадлежат, а также во всем мире, когда это представляется возможным. Кроме того, пэн-клуб выступает в защиту свободы печати и против произвольного применения цензуры в мирное время. А на этом у меня все. Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте YouTube-канале Новороссия ТВ. Также рекомендуем подписаться на информационный канал ДНР Лив Телеграм, благодаря которому вы будете получать ежедневную и оперативную информацию. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии для вас работала Виктория Полянская. Всего доброго, не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 марта в Луганске будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Плюс 4 днем, ночью минус 10. В северо-Донецке также пасмурно. Кратковременные осадки. Температура воздуха днем. Плюс 4, ночью минус 11. В Волчевске в этот день ясной погоды ждать не стоит. Однако осадков синоптики не прогнозируют. Плюс 3 днем, ночью минус 11. В Мариуполе пасмурно. Дождь со снегом. Днем плюс 2, ночью минус 10. В Славянске пасмурно. Небольшой снег. Ночью минус 10, днем плюс 4. В Краматорске также пасмурно. Кратковременные осадки. Плюс 3 днем, ночью минус 11. В Янакиево будет преимущественно пасмурная погода. Без осадков. Ночью минус 12, днем плюс 4. В Горловке также пасмурно. Ожидается дождь. Плюс 3 днем, ночью минус 12. В этот день в Макеевке погода будет пасмурно. Днем возможен снег с дождем. Температура ночью минус 12, днем плюс 3. В столице Донецкой Народной Республики весь день будет пасмурно. Ожидается небольшой снег. Днем температура воздуха составит 3 градуса тепла. Ночью столбик термометра опустится до минус 12. В связи с резким ухудшением погодных условий, МЧС ДНР не рекомендует выезжать за пределы населенных пунктов. Согласно народным приметам, 3 марта особое внимание нужно уделить ночному небу. Если на нем мерцают яркие звезды, следует ждать похолодания. А если заметны тяжелые облака, погода скоро улучшится.